Общее сведение. Изолированное воспаление периферического нервного ганглея в неврологии обозначается термином «ганглионид». Ганглионид коленчатого узла герпетической этиологии получил название синдром Рамсия-Ханта в честь впервые описавшего его в 1907 году. Североамериканского невролога. Наряду с герпетической неврологией и тройничного нерва синдром Ханта относится к постгерпетическим прозапалгиям – лицевым болям, развивающимся в 10-20% случаев острый герпес-зостерной инфекции. Заболевание встречается в любом возрасте у лиц, ранее перенесших ветряную оспу. Приморбидным фоном является состояние иммунодефицита. Люди пожилого возраста больше подвержены развитию хронического болевого синдрома после истихания острых проявлений. Синдром Рамсия-Ханта. Причина синдрома Ханта. Главным этиофактором заболевания выступает герпес-вирусная инфекция. Возбудителем является вирус герпеса третьего типа – варицелозостер. Основные пути проникновения инфекции в организм – контактный и воздушно-капельный. Полиморфизм и антигенная вариабельность вирионов в пределах одного клона обуславливают различные клинические формы первичного поражения. Ветряную оспу опоясывающий лишай. Другой специфической особенностью герпес-вирусов является способность переходить в латентное состояние, что позволяет им длительно персистировать в нервных ганглях форме латентно-ассоциированных транскриптов. Активация вирусов происходит при недостаточности иммунологических защитных механизмов макроорганизма. Провоцирующими иммунодефицит факторами становятся иммунно-депрессивные терапии, онкопатологии и аутоиммунных процессов, длительное лечение кортикостероидами, хронические соматические болезни, хронический пелелонефрит, бронхит, сердечная недостаточность, эндокринные нарушения, сахарный диабет, гипотириоз, тяжелые травмы. Патогенез при первичном инфицировании часть герпес-вирусов в рецелозостир не уничтожается иммунной системой, а по переневральным пространствам проникает в коленичатый узел лицевого нерва, где длительно сохраняется в латентном состоянии. На фоне иммуносупрессии происходит реактивация вирусов, что сопровождается развитием воспалительной реакции. Ганглионид вызывает дисфункцию нейронов коленичатого узла, отвечающих за вкусовую чувствительность, сенсорное восприятие кожи наружного уха, слухового прохода по задюшной области. Распространение воспаления на проходящие мимо ганглия моторные волокна лицевого нервного ствола обуславливает выпадение двигательной функции порез мимической мускулатуры и на стороне поражения. В острой фазе заболевания поражаются преимущественно толстые волокна типа А, в норме активирующие клетки желатиновой субстанции задних рогов спинного мозга. Нейроны субстанции обладают ингибирующим воздействием на модуляцию болевых импульсов. Таким образом, поражение волокон влечет за собой нарушение механизма формирования боли на спинальном уровне, лежащей в основе сохранения упорной прозаполгии после перенесенного острого зостерного ганглионита. Устойчивый болевой синдром отмечается преимущественно у больных старшего возраста, что связано с уменьшением толщины нервных волокон. Вследствие естественного старения, классификация синдрома Рамси-Ханта встречается в различных клинических вариантах, включающих также сочетанное поражение лицевого и предверно-улиткового нервов. Понимание формы заболевания, стадии его клинического течения не необходимы при выборе лечебной тактики. Согласно клинической классификации выделяют четыре основных формы синдрома Рамси-Ханта и высыпания в зоне иннервируемой коленчатым. Ганглием не сопровождаются неврологической симптоматикой. Хан-2 – герпетические высыпания протекают с порезом лицевого нерва. Хан-3 – лицевой порез и пузырьковая сыпь сочетаются с ухудшением слуха. Ханта-ВИ – к проявлениям, характерным для синдрома Ханта-3, присоединяются вестибулярные расстройства. В течение заболевания различают реклинических периода. Общий инфекционный характеризуется общей симптоматикой – слабостью. Вялостью – подъемом температуры. Кожный период появления типичной герпетической сыпи. Невропатический – отличается преобладанием неврологического болевого синдрома. Симптомы синдрома Ханта – типичное начало, как при классической вирусной инфекции. Синдром манифестирует общим недомоганием, повышением температуры тела до субфибрильных и фибрильных цифр, цифалгии, чувством разбитости, общей слабости. Спустя один-двое суток на коже ушной раковины, передних двух детьих языка, мягком небе, с пораженной стороны появляются герпетические высыпания. Элементы сыпи представляют собой пузырьки, наполненные прозрачным или геморрагическим содержимым. Отмечается мышечная слабость в пораженной половине лица, приводящая к его асимметрии. Наблюдается перекос лица в здоровую сторону, на стороне ганглионита сглаживается носогубная складка, опускается угол рта. Порез редко достигает большой выраженности. Прозапалгия возникает с первых дней болезни или спустя несколько дней после появления высыпаний. Боли локализуются в области уха и радируют в затылок, шею, переорбитальную зону. Выявляется гиперестезия слухового прохода около ушной области с меняющейся гипостезией. В ряде случаев сенсорные нарушения охватывают всю половину лица. Вовлечение в патологический процесс слуховой части предверно улиткового нерва приводит к развитию тугоухости, появлению звона в ушах. При распространении герпетического поражения на вестибулярный нерв клинической симптоматике присоединяется проявление вестибулярной Атаксии, головокружение, неустойчивость, горизонтальный нестагм. С течением времени пузырьковые высыпания подсыхают, образуются отшелушивающиеся корочки. Главным клиническим симптомом становится прозапалгия. Болевые ощущения носят глубины распирающей, жгучий характер, сопровождаются локальной вегетативной дисфункцией, отечностью, слезотечением. Инъекции сосудов склеры. Возможен постоянный умеренный болевой синдром с периодической флюктуацией боли. Типичной особенностью постгерпетической невропатии является зависимость выраженности болевых ощущений от психоэмоционального состояния. Пациента климатических условий. Осложнение синдром Рамси-Ханда отличает преимущественно благоприятное течение. Осложнения возникают при хронизации прозапалгии. Хронические боли обуславливают нарушение сна, расстройство эмоциональной, психологической сферы. Пациенты становятся раздражительными, эмоционально лоббильными, общий фон настроения понижается. При отсутствии корректного лечения прозапалгии и психологической поддержки возможно развитие невротических проявлений, депрессии. Ипохондрия неврастения, резистентной к терапии болевой синдром приводит к стойкому снижению трудоспособности. Диагностика типичная клиническая картина пузырьковых высыпаний или в сочетании с невритом лицевого нерва позволяет неврологу без труда установить клинический диагноз. Поскольку фоном развития синдрома Ханта является иммунодепрессивное состояние, необходима консультация иммунолога для диагностики и выявления причины иммунодефицита. При обнаружении невротических расстройств показана консультация психолога-психиатра. Основой диагностического поиска составляет неврологический осмотр, выявляет снижение мышечной силы и мимической мускулатуры половины лица, элементы гиперпатии в зависимости от давности заболевания. Гипер-гипестезию околоушной области слухового прохода. Весебулярная атаксия характеризуется неустойчивостью озера Омберга, усиливающейся при поворотах головы, закрывании глаз. Исследование слуха. Показано, если синдром протекается снижением слуха. Консультация от ларинголога с проведением аудиометрии дает возможность определить в степень тугоухости исключительные причины ее возникновения. Лабораторное исследование. В первые дни болезни в анализе крови отмечается умеренный лейкоцитоз, незначительное ускорение соя. Проводится ИФА и ПЦР диагностика опоясывающего герпеса, подтверждающая герпетическую этиологию коленчатого ганглионита. Иммунологическое обследование. Позволяет оценить состояние иммунной системы. Включает исследование клеточного иммунитета уровня иммуноглобулинов. Зачастую диагностирует вторичный иммунодефицит. Синдром Рамси-Ханта необходимо удифференцировать от тройничной невропатии и невралгии языка глоточного нерва. В отличие от синдрома Ханта в указанных случаях отеологические боли провоцируются сокращением жевательных мышц при разговоре-приеме пищи. Тройничная невралгия характеризуется наличием триагерных точек, соответствующих местам выхода ветвей тройничного нерва на лицо. Следует учитывать, что в некоторых случаях невралгия Ханта может сопровождаться умеренной болезненностью данных точек. Лечение синдрома Ханта в остром периоде обязательно проведение театропной противовирусной терапии. Применяется волоцикловир, гидрохлорид, ацикловир при тяжелом течении препараты вводится внутривенно-капельно. При иммунодефиците показана иммунотерапия человеческим иммуноглобулином, фармпрепаратами тимуса. В нейропатическом периоде проводится комплексное лечение празопалгии, включающие антиконвульсанты, карбамазипин, габапентин. Действие противосудорожных препаратов основано на снижении возбудимости нервных волокон, угнетении и распространении по ним болевого импульсоседативные средства. Наиболее эффективные антидепрессанты – аметрептилин, возможно назначение нейролептиков, теоридозина, хлорпротексена, транквилизаторов, диазепома. Витамины группы – фтиамин, передоксин. Благоприятно влияют на трофику нервной ткани, способствуют нормализации проводящей функции нервных волокон. Препараты для улучшения микроциркуляции – пентоксифилин, никотиновая кислота. Стимулируют кровоснабжение нервного ствола, что улучшает его питание, способствует восстановлению нормального функционирования. Антихолин и стиразные средства – неастегмин, необходимо при наличии прозапореза, потенцируют восстановление силы мимических мышц путем улучшения нервно-мышечной передачи. Физиотерапию, лазерой магнитотерапии уменьшают выраженность воспалительных изменений. Рефлексотерапия проводится для устранения болевого синдрома и восстановления двигательной функции мимических мышц.